Сегодня в Яковлевском городском округе работала выездная поликлиника детской областной больницы. В строители приём вели эндокринолог, аллерголог, гастроэнтеролог и кардиолог. Решение о том, что здесь нужна консультация узких специалистов, было принято руководством детской областной больницы экстренно. В пятницу сразу же после видеоселектора с районами. Необходима ли помощь наша, может быть, в переводе детей или в консультативной поликлинике. И вот вчера, когда проводили совещание, главный врач задал вопрос, что необходима помощь узкими специалистами для детской поликлиники. Мы проговорились с своими сотрудниками, отвлекнулись. Четыре специалиста сегодня приехали. Всегда человеку удобно, чтобы всё было на месте. Поэтому, естественно, населению и всегда удобнее быть дома. Ну, допустим, в Белгороде нужно какие-то неудобства создать, рано встать, записаться на приём, поехать. Тем более с района это всегда какой-то небольшой стресс. А здесь приехали на месте, посмотрели, назначение дали. Уже если нужна дополнительная консультация, сразу же решили, какие нужные обследования провести. Консультации в районах для докторов областной больницы – дело привычное. Ежемесячно по графику они посещают два муниципалитета. И хоть этот выезд был вне плана, к работе в субботу врач-эндокринолог Наталья Перязева отнеслась с пониманием. Профессия такая – помогать людям. У нас очень отзывчивый коллектив. Поэтому надо так надо, выезжаем, собираемся и выезжаем. Естественно, в выходной день всем бы хотелось отдохнуть, но профессиональный долг зовёт. Самое главное для врача, наверное, удовлетворённость от полученного результата. От того, что дети получают помощь, от того, что они выздоравливают, от того, что они растут, становятся счастливыми и успешными. И не важно, как далеко придётся ехать. Однозначно, да. Это не важно. К специалистам выездной поликлиники за пятницу записались на приём около 40 юных пациентов. О потребности судите сами. Мы обзвонили деток, которые состоят на учёте у врачей-педиатров. Для нас это очень важно, чтобы мы продолжали такую работу в дальнейшем. Не все специалисты узкие имеются у нас в штате. Поэтому это очень удобно, да. Но самое главное – удобно для детей и их родителей. Ольге Котовой для того, чтобы попасть с сыном Арсением к гастроэнтерологу, раньше нужно было из Терновки ехать в Белгород. У мальчика хронические гастриты требуется постоянная корректировка диеты. То, что врач приедет проводить консультацию в строитель, стало приятной неожиданностью. Сказали, приезжайте завтра. Вчера позвонили, сегодня уже приехали. Всё хорошо. Доктор знаем. Хороший. Очень удобно, что не нужно ехать в Белгород. Так, по месту. А вот дочери Анжелике Бондаревой была нужна консультация эндокринолога. Лечение немножко другое назначила. Подкорректировала. Ну, так всё хорошо. Для нас, что полезного, дорога, запись заранее. Тут вот, близко, пришёл, сходил, получил консультацию, лечение. Руководство детской областной больницы Яковлевской ЦРБ договорилось о том, что теперь строители и узкие специалисты будут приезжать два раза в месяц. Крупный город, часть белгородской агломерации, высокая потребность в специалистах. Профили врачей будут подбираться в зависимости от желания пациентов. Мы уже одного посетили, да, аллерголога. Сейчас ждём гастромиролога. Аллерголог просто потрясающий. Ну, мы с руководством больницы проговорили момент. В зависимости от потребностей специалиста будем на постоянной основе делать такую выездную поликлинику, чтобы вам, жителям, было удобно. Спасибо огромное. Обоим очень благодарны. Александра Третьякова, Евгений Кротов. Специальный выпуск программы «Такой день» на Мире Белогорье из Яковлевского городского округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова